Книга «Открытым оком», вопрос 379, тема «Святая Библия». Почему сатана начал искушать Иисуса Христа после крещения, а до этого не искушал? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 30 лет – это тот возраст совершенного мужа, который разрешал выходить на общественное служение. Пока человек живет частной жизнью, он никому не докучает, кроме своих. Следователи на допросах говорили верующим, сидели бы тихо и молились, как моя бабушка, никто бы вас не трогал. Именно такие слова говорили мне судья и следователь в июле 1986 года. Мне пришлось встать и сказать в переполненный зал. «Начинайте проповедовать, и все вы будете сидеть со Мною на скамье подсудимых». Христос вышел на общественное служение, на проповедь, и сатана сразу же приступил, отвлекая его от этого. Цель служения Христа – спасение мира через страдания и крест Голгофы. Дьявол предлагает достичь конечной цели иным путем, мирным, через чудо, власть, авторитет. В этих трех искушениях он сконцентрировал все соблазны мира. Кто накормит на полный чрево, затем и пойдут. Хлеба и зрелищ – вот рев римской толпы. Плебейская натура человека не изменилась. Только искушения и добавки к пище сделались более утонченными. Любая революция, перестройка начинается с обещания облегчить жизнь. Землю крестьянам, заводы рабочим. Проповедник должен устоять против соблазна епископской кухни. Он должен быть абсолютно независим ни от кого, как истинные пророки Иеговы, питавшиеся скудно хлебом и водою, а не как лже-пророки Ваала, питавшиеся со стола Иезавели. Бросье вниз, яви чудо, что ты выше природных условий, естественных законов. Не обучай надоровит, порази воображение простолюдина, и за тобой пойдут толпы, как за русским антихристом, Порфирием Ивановым и Кашпировским и другими. Истинный проповедник, выходящий на общественное служение, ни в чем не должен искушать Бога и не просить чуда. Ответ Христа – это образец для всех. Падши, поклонись мне, признай мой авторитет, покорись римскому папе, патриарху или любому главарю, атаману, пахану, но только не Богу. Покорись, и я дам тебе охранную грамоту. Тебе откроются всюду двери, получишь радио и телевидение, возможность выступать в парламенте. В обнимку человек и дьявол. Ты признай мою силу, власть, превосходство, и я дам указания, тебе будут перечислять средства на строительство храма Христа Спасителя. Министр вооруженных сил отдаст тебе ключ от храма, занятого под воинский клуб. Имя твое будет известно, будешь получать награды, путевки, только поклонись. Христианин, чувствующий в себе веление Духа Божия, должен иметь единственный авторитет – Бог и Библия. Вот почему дьявол, приступая ко Христу, предлагает все под условием, что если ты сын Божий, то сделай это, а если ты не сын Божий, то там, где нет авторитета Библии и Бога, пусть даже есть религиозные святыни, тем он не предлагает, как бы предполагая, что они уже и без этого принадлежат ему. И во всем дьявол предлагает избыточность, не камень превращать в хлеб, но камни, показывать не царство твоего народа, за пределы которого быть может тебе никогда и не выйти, но царство, броситься с высоты самого высокого сооружения, с Вавилонской башни, иначе сказать «повергни свой разум» главу. Он на меньшее не согласен, ибо во всем хочет быть как Бог, выдавая себя за Бога. И по всем трем пунктам выступающий на проповедь христианин должен дать отрицательный ответ и донести единственный удар, смертельный, неисцелимый для дьявола, по образу Христа. Спаситель трижи отражает наглые претензии сопротивника. Одним словом написано и указывает в соответствующую книгу Библию главу и стих. На каждый довод, который дал бы Христос или мы, у сатаны тысячи контр-доводов. Для этого есть научный материализм, научный коммунизм, научный сатанизм. Одна эта глава Евангелия от Матфея есть высшая школа для проповедников, и не надо никаких училищ, семинарий и академий, в которых это не преподается. Внешне, как будто, результат нулевой, ибо написано, что сатана отошел до времени. В действительности же это была полная победа Христа.